Спит ковыль Свет луны, таинственный, длинный Плачут вербы, шепчут тополя И никто, потоклик журавлины Не разлюбит очи и поля И теперь, когда вот новым светом И моей коснулась жизнь судьбы Все равно остался я поэтом Золотой бревенчатой избы По ночам, прижавшись к изгалою Вижу я, как сильного врага Как чужая юность брыжет новью На мои поляны и луга Но и все же, новью той теснимой Я хочу прочувственно пропеть Дайте мне на родине любимой Вся любя спокойно умереть Это стихотворение Спит ковыль Гениального поэта русской литературы Начала 20 века Сергея Александровича Есенина Как вы поняли Наша сегодняшняя тема Жизнь и творчество Сергея Александровича Есенина Гениальный поэт всегда современен Стихи Сергея Есенина Кровно близки нам нашему времени Они затрагивают самые насущные Самые коренные истинно глобальные Проблемы нашего времени Какие бы глубины вопросов современной народной жизни Сегодняшней действительности мы не коснулись Мы убеждаемся, что о многом о них думал Мучительно думал и размышлял Есенин Тревожно взглядываясь со светлой надеждой Будущее России Сергея Александровича Есенина Представлять кажется не надо Это самый читаемый в России поэт У гениального поэта гениальное его творчество Произведение, написанное в начале 20-го столетия Актуальный, интересный, читаемый сегодня Есенин народный, национальный поэт Не только потому, что он родился в самой, что у него есть Российской деревне Что писал о родной природе Что язык его стихотворения прост и понятен Но и потому, что каждый человек в России Хоть однажды переживал те же чувства, что и Есенин Современник отмечали необычайно стремительное вхождение его в литературу Максим Горький писал Сергей Есенин не только человек, сколько орган Создано для природы исключительно для поэзии Цель занятия Узнайте об эпохе, в котором жил писатель О детстве литературной деятельности Сергея Есенина Ознакомитесь с духовным миром поэта Кругом его увлечений и интересов Секретом его поэтийского таланта Новыми страницами жизни писателя Что пробуждает интерес к личности и его творчеству Сергея Есенина Составите классер по творчеству Сергея Есенина Т-схема на определенные черты характера писателя Ответите на вопросы теста Моя лирика жива одной большой любовью Любовью к родине Чувство родины основное в моем творчестве Писал Сергей Есенин Дальше план нашего занятия Детство Есенина Главные периоды творчества Основная тема творчества Есенина Последние годы жизни Есенина Детство писателя 21 сентября 1895 года в селе Константиново и Кузьминской области Рязанского уезда Рязанской губернии В семье Александра Никитича и Татьяны Федоровны Есениных Родился сын Сергей Родители Сергея были крестьянами Но вскоре им пришлось уехать на заработки в город Стихи я начал слагать рано Пишет Есенин в своей автобиографии Толчки давала к этому бабка Она рассказывала сказки Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились Я их переделывал на свой лад Стихи начал писать, подражая частушкам Бабушка сумела передать любимому внуку Свою прелесть народной и устной песенной речи Но вот приходит время 1904 год Уже подросшему Сережу Есенину Подросшему Сережу Есенину Определяют в Константиновское земское Четырогодичное училище А затем в церковно-учительскую школу В маленьком городке Спаск-Лепиках Где учился с 1909 по 1912 год 14-летний подросток оказывается вдали от дома В закрытой в двухклассной школе-интернате Склонность к сочинительству Однако не прибавляли юноши авторитета в глазах ребят Все больше и больше он начинал чувствовать себя белой вороной Впрочем, не без скрытой гордости Ощущая свою исключительность избранности В августе 1912 года Сергей Есенин приезжает в Москву Сначала служит в мясной лавке, где работает приказчиком его отец А вскоре поступает в типографию помощником корректора Весной 1915 года Есенин приезжает в Петроград Где знакомится с Блоком Городецким, Ремезовым, Гумилевым Сближается с Клюевым, оказавшим на него значительное влияние Выходит первая книга Сергея Есенина Радуница Любовь к родной природе Поэзия крестьянского быта Ее основные темы Нежно любит Есенин свою родную сторону И находит для нее хорошие, ласковые слова Он превращает в золото поэзии все И сажу под заслонками И кота, который крадется к парному молоку И кур, беспокойно квохчущих над оклами сахи И петухов, которые на дворе запивают обедню стройную И кудлатых щенков, забравшихся в хмуты Есенин призывает в армию Но благодаря хлопотам друзей Получает назначение санитаром Царской военной санитарной поезд Ее императорское величество Государь и императрица Александра Федоровна Что позволяет ему беспрепятственно Посещать литературные салоны Побывать в приемах у меценатов Поступать на концертах В годы революции был всецелый над стороной октября Но принимал все по-своему с крестьянским уклоном Правда, годом ранее о том же событии Сказал более сдержанно Первый период революции встретил сочувственно Но больше стихийно, чем сознательно Сначала в бурных революционных событиях Ленин прозревал Есенин прозревал надежду на скорые и глубокие преобразования Своей всей прежней жизни Есенина переполняет надежду на построение нового христианского рая на земле Иной справедливой жизни Христианское мировоззрение В то время переплетается в его сека с богоборческими пантеическими мотивами С восхищенными возгласами в адрес новой власти В 1919 году Есенин оказывается одним из организаторов и лидеров новой литературной группы иммажинистов Очень скоро Есенин понимает, что большевики вовсе не те, за кого хотели бы себя выдавать Приподнятости и надежд сменяются у Есенина растерянностью Недоумением перед происходящим Крестьянский быт разрушается Голод и разруха шествует по стране А на смену завсегдатаемпры бывших литературных салонов Многим, многие из которых уже эмилировали Приходит весьма разношерстная литературная, окололитературная публика «Я, последний поэт деревни», — пишет Есенин в стихотворении, посвященном своему другу, писателю Мариану Гофу Есенин видел, что прежний деревенский быт уходит в небытие Ему казалось, что на смену живому природному приходит механизированная мертвая жизнь В одном из писем 1920 года он признавался «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал Основная тема в творчестве Есенина Первая — тема природы и тема родины в творчестве Есенина Вторая — тема любви в творчестве Есенина Третья — тема революции в творчестве Есенина Теперь остановимся на каждом по отдельности Тема природы Сергей Есенин любил пейзажную живопись русских художников Особенно он выделял картины Поленова и Левитана Недаром стихи его живописны, порой нежно-акварельны, порой строго графичны, а порой как будто выписаны ярчайшими радужными красками Тема родины Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине Чувство родины — основное в моем творчестве Писал Есенин О родине он написал в следующих своих произведениях «Радуница, Русь, гой ты, Русь, моя родная, запели тесанные драги, о, Русь, взмахни крылами» и так далее В стихах звучит не только признание поэта о любви к родине, но и выражается вера в человека, в его будущее и великие дела, в великое будущее народа Тема любви в творчестве Есенина В марте 1913 года Сергей устроился в типографию товарищества Сытина под читчиком, то есть помощником корректора Корректор Анна Зрядуна вскоре стала его женой Она вспоминала о нем так, что только что приехал из деревни, но на деревецкого парня не был похож На нем был коричневый костюм, высокий, крахмально-воротники, зеленый галстук С золотыми кудрями он был кукольно красив, настроение было у него упадочное Он поэт, никто не хочет его понять При приезде в Петербург, очевидно, во время завоевания Есенина модных литературных салонов И появилась в его жизни Зинаида Райх Эта живая, бойкая девушка работала в Лево-СССРской редакции На пирушке он знакомится с Айседора Дункан Айседора была талантлива, щедра и непосредственно как ребенок, внутренне раскрепощенно Ее покорили трепетная нежность, детскость, незащищенность души поэта Есенин напоминал ей давно погибшего сына И она давала ему не только женскую, но и материнскую любовь Она была на 18 лет старше его Он говорил только по-русски, а она по-французски, по-английски и по-немецки Но они понимали друг друга После Айседора Дункан еще две женщины беззаветно пытались спасти погибшего поэта Одна его любила, другая была его женой Вернувшись из-за границы, Есенин со своими сестрами поселился в Галине Бениславской Которая стала для Есенина близким человеком, другом и помощником В то же время женой Есенина была Софья Толстая, внучка Льва Толстого Чем он очень гордился Любовь ее к Есенину была нелегкой Софья Толстая была истинной внучкой своего деда Даже обликом напоминала его, вся в деда грубоватым мужицким лицом Эта женщина редкого ума и широкого сердца Внесла в тревожную жизнь Сергея Есенина свет и успокоение Последние годы жизни Есенин то пытается обрести душевное равновесие И примириться с советской властью То по свидетельству одного из современников начинает так крыть большевиков Как это не могло и в голову прийти никому в советской России Однако Есенина так широко известного поэта деревни трогать не решались Более того, всем милицейским участкам Москвы было дано негласное распоряжение После каждого скандала отпускать поэта, задерживать его лишь для вида и не давая делу хода Несмотря на перепадное настроение и ощущение бездомности Есенин после возвращения из Европы и Америки очень напряженно и увлеченно работает Он много ездит по стране Так, в 1925 году он посещает Грузию и Азербайджан Где по его же словам работает и пишется довольно хорошо Дьявольски хорошо Наиболее яркими и крупными произведениями Есенина О революционной и первой любви является поэма Анна Снегина Основное действие, которое происходит с весны до поздней осени 1917 года Самым значительным произведением, которое Есенин завершает в последние годы своей жизни Является поэма «Черный человек» Основное содержание произведения составляет сценки диалога поэта с «Черным человеком» Который восходит к народной сказке о притче о черте Летом 1925 года Сергей Есенин вернулся в Москву А осенью лег в больницу Стремление переменить обстановку приводит его в Ленинград Здесь поэт предполагал пробыть до лета, а затем уехать в Италию к Горькому Но намерения остались неосуществленными В ночь на 28 декабря в ленинградской гостинице «Англотер» Есенин покончил с жизнью А теперь задание для самостоятельной работы Это домашнее задание Первое задание – определение черты характера поэта Самостоятельно определите положительные и отрицательные черты характера поэта Выберите важные положительные и отрицательные черты характера поэта Заполните тест-схему Эта схема Составьте классер по творчеству Есенина Перед вами тесты Первый тест составлен по автобиографии писателя И тест номер два составлен на творчество писателя Эти тесты дома надо будет поработать над этими тестами И правильные ответы надо будет отправить мне Время работает на Есенина Ныне мы справедливо говорим о Есенине Как о гениальном поэте 20 века Как справедливо заметил однажды Александр Блок Гений всегда на родине Есенин был совестью и пророком своего времени Врачевателем народной души Певцом своего края Если сравнить природу средней, среднероссийской зоны Края, края Есенина С природой Кыргызстана С природой Южного Кыргызстана Где мы живем с древних времен То мы не замечаем существенной разницы между ними Так хочется быть поэтом своего края Особенно весной и осенью прекрасна она Снежная макушка нашего кыргызского шердака Откуда дует днем и ночью холодный ветерок Все поднимающиеся вверх одна за другой горы Бурное течение рек Это богатство и красота Ты вряд ли поймешь всего этого Если не побывал в моем крае Если не встречал малиновых рассветов Не бегал по росе Не жил моментом Чтобы понять нужно только закрыть глаза и задуматься Только тогда ты увидишь белые берега И зеленые холмы за ними Ты поймешь Да коп уж мой край красивых, загадочных, упрямых и богатых Гениальный поэт всегда на родине современен Какие бы сторон творчества мы не коснулись Каким бы моего стихам и поэмам мы не обращались Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен Исчезнет ложь и грусть Я буду воспевать всем существом в поэте Шестую часть земли с названием Русь Итак, ребята, мы сегодня ознакомились с жизнью Сергея Александровича Есенина Мы узнали про детство Ознакомились с его творчеством Узнали о его жизни О его мыслях, о его думах, о его чаянии А теперь, опираясь на эти материалы Вы выполните те задания, которые я вам дал Спасибо за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok